Друзья, всем привет! Это третья серия цикла эволюции узлов и агрегатов трактора, и сегодня мы поговорим о рулевом управлении. Современные тракторы имеют очень малый радиус разворота, благодаря правильно подобранной геометрии рулевой трапеции, которая позволяет колесу, идущему по внутреннему радиусу, поворачивать сильнее, чем внешнему. В результате, во время маневра, каждый из колес движется по своей дуге, что улучшает сцепление с дорогой и снижает износ шин и рулевого управления. Эта разница между углами поворота внешнего и внутреннего управляемых колес называется углом Акермана. Сегодня мы узнаем, кто был автором этой гениальной разработки, и забегая вперед, скажу, нет, это не Рудольф Акерман. История развития механизмов поворота колес уходит корнями глубоко в прошлое. Первые двухосные повозки появились в бронзовом веке, примерно за 3000 лет до нашей эры. Такие повозки использовались в Месопотамии и Египте, а позднее получили распространение и в Европе. Они были более устойчивыми, чем одноосные, и на них можно было перевезти больше груза, но это делало их тяжелыми и неповоротливыми. Время шло, технологии менялись, и в средние века повозки стали превращаться в кареты. У них появилась подвеска из кожаных ремней или цепей, закрытая конструкция для защиты от погодных условий, двери, окна и сидения с мягкой обшивкой. Все в угоду комфорту и безопасности. Во второй половине 17 века был изобретен поворотный круг – устройство, состоящее из двух горизонтальных дисков, соединенных вертикальной осью. Это позволило передней оси с колесами поворачиваться относительно кареты, что значительно облегчило маневры. Несмотря на это, в 18 веке поездки на каретах продолжали оставаться опасными и некомфортными. Сказывалось несовершенство ролевого управления. Ведь когда ось поворачивала целиком, колеса начинали проскальзывать по дороге, так как двигались во время поворота по разной траектории. К тому же дороги часто имели глубокие колеи и ямы, выбраться из которых в подобной повозке было тяжело. С этой проблемой столкнулся и молодой английский врач Эразм Дарвин. Он каждый день преодолевал большие расстояния, чтобы добраться до своих пациентов. И именно дорожные неурядицы побудили его улучшить конструкцию своего экипажа. Дарвин считал, что поворачивать должна не целая ось, а только колеса, причем под разными углами, чтобы каждая точно следовала своей траектории при повороте. Он разработал конструкцию, которая включала в себя 4 стержня, соединенных шарнирами в форме трапеции. Это была первая в истории рулевая трапеция, правда тогда она еще так не называлась. Своё изобретение Дарвин поставил на два экипажа и успешно их испытал, проехав в сумме более 20 тысяч миль. Управляемость и устойчивость его карет действительно улучшились. Идея Дарвина показала себя хорошо, но так и осталась на уровне прототипа, сохранившись лишь в письмах и черновиках. По этой причине сегодня гораздо большей известностью пользуется его внук, автор теории эволюции Чарльз Дарвин. Механизм рулевой трапеции был заново изобретен более 50 лет спустя баварским каретным мастером Георгом Ланкеншпергером из Мюнхена. В 1816 году он реализовал этот принцип на своих каретах, существенно повысив их управляемость и безопасность. Так как сам Ланкеншпергер был немецким каретным мастером, для получения патента в Англии ему требовался представитель в этой стране. Таким представителем стал Рудольф Акерман. Акерман, сам будучи изобретателем и бизнесменом, имел опыт работы с патентами и занимался популяризацией новых технологий в Англии. В результате патент был оформлен на имя Рудольфа Акермана с указанием Ланкеншпергера как оригинального изобретателя, что позволило последнему выйти на рынок Англии. Так и получилось, что рулевая трапеция, изобретенная сначала Дарвином, затем Ланкеншпергером, осталась в истории как рулевая трапеция Акермана. Вскоре эта система поворота управляемых колес распространилась на все экипажи, а позже на автомобили и, конечно же, классические трактора. Паровые трактора рулевой трапеции не имели. Они были медленными и тяжелыми. Например, паровой трактор Кейс 150 имел массу около 34 тонн и длину 7,5 метров. Он изменял направление движения путем поворота передней оси целиком, как на каретах. Принцип геометрии Акермана начал проникать в сельское хозяйство только с появлением легких тракторов, и внедрение его происходило постепенно. Например, трактор Форсен-Ф, вышедший с конвейера в 1917 году, имел максимально простую систему рулевого управления. А некоторые тракторы и вовсе таковой не имели. Формал Регулар и Джон Дирджи Пи имели треугольную компоновку, что позволяло им эффективно работать между рядами растений и выполнять точные повороты благодаря дифференциальному торможению задних колес. С ростом механизации сельского хозяйства в 30-х и 50-х годах требования к маневренности тракторов возросли. Формал М получил усиленную конструкцию трапеции с более точно установленными поворотными рычагами. Фент Дизель Расс был снабжен улучшенной компоновкой передней оси с увеличенным углом поворота колес, что повышало его маневренность. В то время в тракторостроении рулевая трапеция имела геометрию лишь приближенную к геометрии Аккермана. В общем-то конструкторы старались сделать так, чтобы техника стоила дешево, обслуживалась легко, ну и более-менее хорошо рулилась. Но уже в 1960-х годах производительность тракторов, их скорость, мощность и требования к безопасности выросли, поэтому их рулевые системы стали усложняться. Многие серийные модели тракторов начали оснащаться гидроусилителями рулевого управления, что стало важным этапом в развитии техники. Например, в Англии появился Месси Фергюсон 135. В Германии компания Дойтсфар начала устанавливать гидроусилители на трактора серии 06. В СССР гидроусилителями обзавелись Т-40 и МТЗ-50. Одновременно с этим создавались новые материалы, и геометрия рулевой трапеции на многих тракторах стала полностью или почти полностью соответствовать геометрии Аккермана. В результате улучшились маневренность, комфортность и безопасность эксплуатации тракторов, а также снизились затраты на расходники, такие как шины и подшипники. А что вообще это значит? Соответствует полностью или не полностью? То ли принцип Аккермана есть, то ли его нету? Ну вот смотрите, у нас в рулевой трапеции самое главное это поворотные рычаги, то под каким углом они стоят и какой они длины. Для каждой машины эти параметры рассчитываются отдельно. И вот миллиметр туда, миллиметр сюда, градус право, градус лево, и все, колеса уже не идут по идеальным траекториям. А должны же идти по идеальным? Нет, не всегда. Сегодня используют разные типы рулевых трапеций, в зависимости от конструкции и задач техники. Например, классический Аккерман остается актуальным для сельскохозяйственных работ, и применяется на большинстве тракторов с управляемыми колесами. От самых маленьких до самых больших, по крайней мере при стандартной колее. Агромаш, Беларус, Фент, Нью-Холланд и так далее. Трактора с шарнирно-сочлененной рамой в расчет не берем, потому что там поворачивают не колеса, а рама целиком. Второй подход про Аккерман. Это версия принципа Аккермана, применяемая для повышения маневренности. И в ней внутреннее колесо имеет больший угол поворота по сравнению с классическим Аккерманом. Например, у Lamborghini RF угол поворота внутреннего колеса достигает 70 градусов, что обеспечивает отличную маневренность в узких местах, таких как виноградники. Для сравнения, у МТЗ этот показатель составляет 40-45 градусов. Третий подход Анти Аккерман. В этой версии наружное колесо во время маневра поворачивается на больший угол, чем внутреннее, что повышает устойчивость и управляемость на высоких скоростях. Применяется в основном на гоночных автомобилях, например, болидах Формулы-1. Но на тракторе однажды тоже применили. Было это в 2019 году. Компания JCB модифицировала свой Фастрах-2, чтобы установить мировой рекорд скорости среди тракторов. Для этого инженеры JCB внесли в конструкцию значительные изменения. Установили 6-цилиндровый двигатель объемом более 7 литров и мощностью свыше 1000 сил, поработали над аэродинамикой, ну и переработали рулевое управление. Максимальная скорость трактора составила 247 км в час. Да, такое бы дано закрытие влаги. Что мы имеем сегодня? За последние 100 лет радиус поворота тракторов значительно сократился. Это позволило существенно повысить маневренность и производительность машин. Пользоваться такой техникой стало значительно удобнее. Более 90% колесных тракторов по всему миру используют эту схему. От высокотехнологичных гигантов с автопилотом до компактных и простых малышей. Геометрический принцип Акермана остается основой эффективного управления современной сельскохозяйственной техникой. А как вы думаете, какие изобретения 19 века применяются до сих пор? Свои варианты пишите в комментариях. На этом на сегодня все. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк. Впереди еще много интересного. Всем счастья, радости, любви. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!